Девушки отдыхают 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 Что тут поделать? Я думаю, что надо усилить бдительность и обезвредить преступника силами ассоциации рестораторов. Вот, прошу. Смол блондин, Смол брюнет, Смол в очках, Смол без очков. И все это рецидивист Семен Николаевич Смольков. Он же везде разный. Зато блондинка с ним всегда одна и та же. Их надо отсканировать. И вы разошлите их по всем ресторанам. Это единственное, чем мы можем вам помочь. Это катастрофа. Как это нам проверить? Очень просто. Я дочь свою к нему направлю в сей же час. А мы вдвоем за занавеску встанем. Увидите их встречу. И если он не любит дочь и не любовью болен, я больше не советчик. Дальше, дальше. Почему пауза? Дальше выходит Гамлет, Алексей Евгеньевич. Ну, да где Гамлет? А нету Гамлета. Что значит Гамлета нет? Ремешков опять ты явился. Так, где Бомрешь? Надежда Валентиновна, почему начинаем репетицию, когда нет артиста? Мне Заславский сказал репетировать без Ремешкова. Что значит Заславский сказал? В конце концов, у нас есть еще какие-то сцены без Ремешкова. Ремешкова ИГРАНТИЧЕСКАЯ МУЗЫКА СТУКОЛОВАЯ МУЗЫКА Да-да! Слушаю вас! Так, по объявлению я, начальник, вам вахтёры-то нужны ещё? Конечно! Мы же третью неделю ищем. Только вот размер заработной платы вам известен. Деньги, мусор, начальник. Главная культура. Ой, вот, ой, абсолютно с вами согласен! Согласен абсолютно! Простите, как вас? Голубчиков Сергея Олеговича. Хозяйственная, сами видите, большое, сложное, там вот комната монтировщиков, это вот опорский цех, впереди вот костюмерный. Я сам, знаете ли, всё больше по культурной части. Здравствуйте. Здравствуйте. Двадцать пять лет на сцене, завпостом отработал. Ну, а теперь вот повысили до технического директора. Ну, приходится отвечать за всё. Ну, правда, за ту же зарплату. Сейчас вот начальника отдела в кадрах замещаю. Простите, а вы петербуржец? А то, коренной. Угу. Ещё батя на фонтанке в формазоне. Ага. Голуба. У него кликуха была, не слыхал? Не приходилось, извините. А вот опыт работы в культурных учреждениях имеете? А то, ещё как. Я в лагере по последней ходке библиотекарям дурковал. Что? Они меня будут учить, какую мне сцену ставят? Алексей Евгеньевич, ну, зачем же сразу к дирекции? Ну, давайте репетировать мой монолог о смердящей грехах. Что там? Ну, а вы не слышали? Пропал ремешков. Ай, ёлки. Да хорошо, хорошо. Я понял. Понял вас. А постараемся вам помочь. Постараемся. Всего доброго. Ваня, а ты в театре давно был? В школе. Во втором классе. А что? Из нового драматического сейчас звонили. Актёр у них там пропал. Ведущий. Ремешков, может, слыхал? Нет. Может, просто запой на чужой территории? Может. Если запой, Георгий Георгиевич, я предлагаю не браться. Вон Смола уже по ресторанам четыре месяца разыскивает и всё без толку. Так этот ремешков также там зависает. Как только убьют, скажите, чтоб он срочно домой позвонил. А, спасибо. Ну, всё, пока. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы к кому? К директору. По личному вопросу. К директору? Ну, ладно, проходите это туда. Спасибо. И главное, понимаете, на Ремешкова это совершенно не похоже. Ну, он может выкинуть какой-нибудь фортель, но всё, что касается профессии, в этом к нему никаких претензий не было. И вот четыре дня как в воду канул. Сорвал два спектакля. Засранец. Алексей Евгеньевич, я бы попросил вас. Театр не выезжал на гастроли лет десять, а тут… Париж. И все расходы оплачивают принимающая сторона. Редкая удача. А запали они на Гамлета. Его Алексей Евгеньевич очень смело поставил. Да и, между прочим, на этого засранца Ремешкова. Алексей Евгеньевич. Ну, вот это ваше рабочее место и ваша сменщица, Ольга Петровна. Между прочим, ветеран труда. Только в нашем театре бессменно тридцать лет. Тридцать с половиной. Это какой же прокурор, любимая? Тебя на две пятнахи так законопатил. У нас всего одна неделя. Одна неделя. Да. Ну, а почему вы сразу официально не обратились в органы внутренних дел? Что вы, что вы! Ни в коем случае! Это же моментальная утечка информации в прессу. И тут же все становится ясно принимающей стороне. Поймите, это же западные люди. Угу. Они платят деньги. Да им легче за эту неделю найти другой коллектив. Без исчезающих актеров. Или попросту отказаться от нас. Ну, хорошо. Предположим, за эту неделю ничего не изменится. Ох, я-я-я-я-я, я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю! Во всяком случае, Алексей Евгеньевич сейчас начнет репетировать с новым артистом. Понимаю, что это не выход. Но где искать выход? Я абсолютно не понимаю. Я, конечно, не сыщик. Но мне кажется, что концы всего этого кошмара следует искать здесь, в театре. Как всегда. У таланта много врагов. Да, да, угадали. Очень хорошо. А не взяли поконкретнее имена, фамилии и должности врагов? Да, конечно. Конечно, можно. Конечно. Вот. Прошу. И что это? Это враги. Весь состав театра. Здесь работы на месяц. Вот вам и частный сыск, Михаил Александрович. А у вас, господин Смагин, есть другие предложения? Нет. Нет. Тогда идите и вводите Буртаева вместо Ремешкова. Буртаева? За неделю? На Гамлета? Нет, на Офелию. Ну, так и какие могут быть версии? Ну, одну я уже предлагал. Запой. Ай, Ваня, сдался тебе этот запой. Ну, а что, актер все-таки? Творческая натура. Тут ничего нельзя исключать. Несчастные случаи, убийства, самоубийства, похищения. Все надо предусмотреть. Но за неделю все эти варианты отработать будет крайне проблематично. Ну, вот сейчас я жду информацию по моргам, больницам и предлагаю оперативно проверить квартиру Ремешкова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Ни в моргах, ни в больницах твой Ремешков не значится. А уехать из города он мог? Это мысль. Подожди, не отключайся. Семерочка, это двоечка. Да, двоечка, слушаю тебя. Да. Слушай, пробей мне по базе Пулково и все вокзалы на предмет выезда из города Ремешкова Павла Сергеевича. Принято, двоечка. Да, жду. Слушай, Волчара, а этот, Ремешков твой, это не тот, который вместо встречи из них нельзя? Про монтажку я тебя прожил. А откуда я знаю? Эээ, жалко. Двоечка, принято. Да, Семерочка, слушаю. Ремешков Павл Сергеевич из города не выезжал. Понял, все, до связи. Волчара, не выезжал твой Ремешков из города и не вылетал. Так что деду привет, а с тебя пол-литра. Ну что, Ваня, ты понимаешь, что все дороги ведут в театр? Ну, квартиру я завтра все-таки проверю. Незаконное проникновение в жилище. Статья 139-я, между прочим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 что у Ремешкова запой. Да вообще для актера он подозрительно аккуратен. Даже он календарь вел, не ленился. Календарь вел? Ну, а какое число на календаре? Но, судя по всему, его не трогали пять дней. Пять дней? Да, видимо, он тогда и пропал. Ой, чуть мое сердце, что неладно с этим талантом. Все, Ванечка, заканчивай и давай возвращайся. Значит, будем приступать к отработке других версий. Хорошо. Да, Гурский, что там у тебя опять? Ваня, мне твоя помощь нужна. Срочно. Меня повязали. Вот разрешили сделать один звонок. Ты обалдел? Гурский. Гурский, алё, слышишь меня? Что там у тебя? Гурский. Сиди тихо и не сопротивляйся. Адрес диктуй. Ты слышала? Смола взяли. У нас? Угу. Да ты что? Подруга вышла, как будто бы в туалет. Ну, и он туда же. Повадки Смола. Фотменеджер заподозрил что-то неладное. Заказ-то президентский был. Ничего, ничего. Ничего, не переживай. Наручниками к писсуару. И главное, кого? Бессащитную девушку и потомственного дворянина. Главного редактора одного из популярнейших таблоидов державы. Кого, кого? Александра Юрьевича сегодня назначили главным редактором нашей многотиражки. Редактором чего? Понимаете, наша ООО «Мягкая игрушка» решила возобновить традиции заводских газет. Настенных, что ли? Волков, настенными бывают часы, а не газеты. Ну вот. И Александр Юрьевич любезно согласился возглавить это начинание. После чего решил сразу это дело и обмыть. Грубо, Волков. Грубо. Мы с Леночкой, моим заместителем, обсуждали будущую редакционную политику. Ой, здесь остановите. Спасибо вам большое. Благодарю. Куда? Я провожу. Ну да. У нас для тебя есть другое предложение. Более серьезное. Александр Юрьевич, я тут недалеко живу. Не беспокойтесь. У тебя теперь только одна дорога. Интересно, куда же? К другой, не менее прекрасной девушке. И зовут ее Мельбомена. Театр, Ваня. Вперед. Позвольте. Ну что ж, договор подписан. Приказ готов. Можете заступать на свое рабочее место. Примите мои поздравления и прочее, прочее. Чего это? Прочее, да. Прочее, да. Стоять. Ну и куда это мы? На сцену. В какой спектакль? Для ревизора. Понимаете? В ревизора. Из веселых куртизанок. А ты хоть понимаешь, что это не та эпоха? Нет, та. Эпоха не та, да? А зарплата, та? Ну я тебя спрашиваю. Зарплата, та? А при чем тут зарплата? При чем здесь зарплата? У Гоголя мебель в стиле модерн. А это ампир. Что? Понял. Да сам ты вампир. Все, я ухожу в БДТ. Меня давно уже туда зовут. Там хотя бы гастроли раз в полгода. Ну прости меня, Баштавой. Прости, прости. Ну ты же сам знаешь, что я работаю. Баштавой, на трех должностях за одну зарплату. Ну, надо же иметь какую-нибудь ответственность перед зрителем. Я сказал БДТ. Значит, БДТ. Баштавой, так у нас ведь тоже скоро гастроли. Какие гастроли, Филиппыч? Весь театр уже знает про Пашку Ремешкова. А без Пашки никаких гастролей не будет. Баштавой, Баштавой. И вот что делать? Дисциплину поднимать. Сначала в Бубен, потом на Парашу. Думаете? Итак, гастроли у вас через неделю. В столь сжатые сроки, прежде всего, мы должны опираться на наиболее вероятные версии. Я уже говорил, что все сходится на театре. Именно здесь могут быть хоть какие-то зацепки. Какие предложения? Для эффективности оперативных мероприятий я предлагаю следующее. Меня официально представляют труппе, и я приступаю к работе. А моих коллег немедленно внедряют в труппу театра для установления неформальных контактов. Ну, и для общего скрытого наблюдения. Я в артист и в пас. У меня еще со школы с памятью на стихии беда. Георгий Георгиевич, мне, как потомственного дворянина, очень бы не хотелось. Дело в том, что актерство на Руси и издревле делало крепостное. Гены могут запунтоваться. Татьяна Львовна, на текущий момент у нас в театре какие есть свободные ставки, помимо актерских? Помимо актерских, на текущий момент у нас есть две свободные ставки. Пожарного и заведующего литературной частью. Ну, думаю, на днях у вас освободится еще одна ставка. Какая? Главного режиссера. А вот пугать меня не надо. Я вам не мальчишка. А я вам не самоубийца, чтобы из Буртаева за неделю гамлета делать. Я вам, я вам еще раз говорю, господин Смагин. Пока я жив, вы будете делать гамлетов из того, из чего у нас есть. Друзья, давайте поспокойнее. И вернемся все-таки к теме. Как я понял, вакансий для внедрения у нас две. Зафлит и пожарный. Ну, кто есть кто, я думаю, объяснять не надо. Не надо. А эти ключи? Повесь. Туда. Ну, хорошо. Да, да. Ну, что ты тут встал? Иди на сцену. Ну, что, Ольга Петровна, инструктируем? Да. Мне когда уже отпуск дадут? Третью неделю без выходных. А ведь мне положено сутки на вторые. Вы знаете, у меня сестра очень в Ярославле заболела. Да, начальник. Непорядок. Ольга Петровна, голубушка, ну, ведь вы на всю неделю хотите. Да. Да хоть на две. Ну, кубометрами сочтемся. Правда? Мы хорошо. Ну, и договорились. Ну, иди на сцену. Твой выход. Зараза. Может, помочь? Да я тебе сейчас сам помогу. Ольга Георгиевич, как осваиваешься на новом месте? Да, есть некоторые сложности технического плана. Я последний раз с этим дело имел в школе, на уроке труда, во втором классе. Это тебе не руками махать. А как у нас там за флит? Да вот. Собирается отсматривать текущий репертуар. Может, и зацепить что-нибудь. Опа! Северным оленям, привет! Паянным советникам наши. Дима, слушай, у тебя нет новой растушевки, а? Что-то моя совсем сдохла. А ты у Ремешкова в столе посмотри. У него много всяких заграничных репомасов. Ну, было. Нашел? О! Опа! Ну, Ремешков! Ну, секс-машина! Без отрыва от работы дам обслуживает. Ничего, размерчик. Третий или четвертый? Как ты думаешь? Интересно. Чей? Мой. Ты чего? Валькин, что ли? Убью! Какого? Обоих! И все-таки, почему вы подозреваете всех? Видите ли, Георгий Юрьевич, дело в том, что те женщины, с которыми Ремешков уже проконтактировал, а таковых на сегодняшний день в театре больше половины, недовольны тем, что он с ними больше не контактирует. Те же, с которыми он еще дня контактировал, возмущаются тем, что он с ними еще не контактировал, но, думаю, к концу сезона недовольных не останется, если, конечно, вы его найдете. Угу. Ну, с женщинами понятно. А мужчины? Что же касается мужской половины труппы, то она делится, соответственно, на мужей тех, с кем он уже проконтактировал, на мужей тех, с кем он еще обязательно проконтактирует, и на просто завидующих. И могу вам сказать, что это его контактное поведение касается не только актерской части труппы, но и всех цехов, от гримерного до костюмерного. Монтировочный цех и режиссера Смагина, этого идиота, извините, я исключаю мужчины, так же, как в актершу Петрову и билетерш, возраст и моего секретаря Тимакову. Ну, с первыми понятно. А Тимакова? В силу высоких моральных устоев. Да. И все-таки я бы хотел побеседовать со всеми пострадавшими. Это что? Это? Да. Бюстгальтер, котик. Ты же подарил мне его на 8 марта. А я его везде ищу, а он у тебя. Девочки, держите его! А то он меня убьет! А я его везде ищу. А я его везде ищу. А я его везде ищу. С ним все в порядке было, все в одном флаконе. И я ни о чем не жалею. Хотя, конечно, он сволочь. Насколько я понимаю, вы знаете Ремешкова больше других. Да. Учились вместе. А как он проявлял себя в институте? Талантлив был очень. Поэтому и не выгоняли. Хотя, если хотеть откровенно, переспал со всеми девчонками на нашем курсе. В первом семестре. Во втором семестре переспал со всем факультетом. Ну, а к дипломному уже со всем институтом, включая педагогов. Ну, для него это что-то вроде спорта было. Хотя учился, как зверь. Ты че? Олей! Стой, Олей! Стой, Олей! А предметы любимые были у него? Кроме мастерства актера, ну, занятия по гриму. Кстати, очень здорово гримировался. Ну, а что-то из ряда вон, вне учебного процесса, вы вспомнить можете? Ну, естественно, кроме женской темы. Ну, не знаю. Он одеваться очень любил, одевался очень хорошо. Все у него от Гуччи до Армани. Даже мелочь какая-то и та с выкрутасами. Травку как-то принес для всего курса на дискотеку. А у него что, были связи с криминалом? Когда ему было пятнадцать лет, что-то там его повязали. То ли за драку, то ли за кражу какую-то. Я думаю, что от этого криминала он в театр-то и сбежал. Кри-бли-крабли-бумс! Твой трогатель. Искренний рассказ задел мое разбойничье сердце. Я маму-атаманшу попрошу, и мы отпустим Герду в дальний путь. Герда! 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 Герда, на сцену твой выход! Герда! 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 А это кто? Герда! Браво! Браво! Королева Снежная? Ты как? Зачем и почему сюда попала? Что привело тебя в наш лес дремучий? Что за ерунда? Безобразие? В этой сцене не должно быть Снежной королевы. И почему она в пеньюаре? Видите ли, вы не понимаете, это новый прочтение. Нетривиальный эстетический ход. Хоть она не закрывает. А что-то положительное вы о нем сказать можете? Да ничего. Вот его пять дней нет, а у меня на душе праздник. И мечтаю я только об одном. Чтобы вы его никогда и нигде не нашли. А если найдете, лучше мертвым. Потому что если найдетесь живым, то мы ему и сами. Крибли-крабли-бумс. Короче, господин следователь. Говорю только вам, рассчитывая на полную конфиденциальность. Я считаю, что Ремешкова убил кто-то из наших. Например, вы? Нет, это ошибочка, господин следователь. Я холостой. У меня мотива нет. Ну, почему? А зависть? Ведь роль Гамлета получить после исчезновения Ремешкова. Господин следователь, вестись на роль Гамлета за неделю – это подстава, страшней которой для актера может быть только смерть. Ищите убийцу среди рогатых северных оленей. Галеталь. СKEЛЕНКИЙ СТОРБАЛ Баглад, спектакль зарубал! Здрасьте. Спасибо. Пожалуйста. Благодарю. Здрасьте. Спасибо. Галеталь. Спасибо. Женщины, театр, Ваня. Категория особая. Ты знаешь, после спектакля я… После спектакля? Я понял, что Ремешкова в этих стенах мог убить кто угодно. После спектакля я, кажется, начал понимать Ремешкова. В таком цитнике существовать без лейки и секатора — просто преступление. Все, побежал. Куда это? На основную свою работу. Вань, не забывай, у меня очень серьезные обязательства перед Леночкой и перед таблоидом ООО «Мягкая игрушка». Господи, вот вы где. Я вас по всему театру ищу. Вот это вам. Что? Что это? Новые пьесы наших авторов. И вы, как зав. Лид, обязаны их освоить. Причем к завтрашнему дню. Потому что завтра у вас встреча с авторами. В одиннадцать ровно. С爸 yard grantロ ООО « exits RISUS GASuz Та-А-А! Та-ха. Та-ха-а! Та-а-ха! Та-х! Та-ха-х! Та-ха-ха! henanıosit lá А то что? По данным ЮНЕСКО, мы снова стали самой читающей страной в мире. Это ты должен прочитать до утра. Утром очень быстро рассказать мне краткое содержание. Ну, а эту стопку буду читать я. Ну, а это для лучшего усвоения перипетий новой современной отечественной драматургии. – Ты Проценко не видел? – Нет. – Паш, ты Проценко не видел? – А-а. – Нашелся? – Да нет нигде! Ремешков пропал. Проценко пропал. Не театр, а Бермудский треугольник. Ты же убийца, Проценко. Самый настоящий убийца. Только убийца ломает ногу перед целевым спектаклем. А в зале такие гости, спонсоры, администрация района. А? Боже. Хоть самой выходи. Ой, гарим, гарим! Гарим! Где гарим? Все. Уже не гарим. У вас, деточка, размерчик какой? 54-й. А где возгорание? Да какое там возгорание, деточка. Тут человека спасать надо. Какого? Хорошего. Гоголя Николая Васильевича. Одна маленькая реплика в финале спектакля. Нет! Говорите и занимайте место в легендарной немой сцене. И все! Нет, я не пойду. Нет, я… Какая фактурка! А психофизика… Вы в театральной никогда не поступали? Нет, никогда. Жаль, жаль. Быстренько в костюмерную. И пока вы переодеваетесь, я чуток подправляю тексток. И все. Ой, простите, Николай Васильевич. Ну, что? Было в этом вертопрахе? Похоже вам на ревизора. Ваше превосходительство высочайшим повелением из Петербурга к нам в город приехал ревизор. Удачи. Спасибо. Ваше превосходительство высочайшим повелением к нам в город… Публика сегодня. Какая тяжелая. Явно блатная. Здесь нельзя курить. Ваше превосходительство высочайшим повелением. С дебютом тебя, пожарный. Спасибо. А вы не скажете, а? Что такое психофизика? Психофизика… Психофизика… Психофизика — это когда у тебя, когда у тебя после спектакля рука сама форму стакана принимает. Деточка, приготовились. Пойдемте. Текст. Захачем. Колпаки… Дей Богу, не я это. Это Петр Иваныч! Э, Петр Иваныч, Вы же первый того! Все, пошел. Иди. Идите, идите туда. Петр Иванович, вы первые того! Ну, как вам не стыдно, это вы первые того, Петр Иванович! Это вы первые того! Вы первые того! Вы первые того! Ну! Ваше превосходительство! Высочайшим повелением! Тихо-тихо-тихо! Ревизор! Ну, давай! Ваше превосходительство! Высочайшим повелением из Петербурга к нам в город прибыл Смольков Семен Николаевич! Ага! Что? Четыре судимости! Рост метр семьдесят девять! Телосложение среднее! Жгучий брюнет! Особых примет не имеет! Я ничего не перепутал! Смольков! Тихо-тихо! 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 Ой, Боже, ну, давай! Слышь, начальник, а вопросик-то можно, нет? Валяй. Вот это что? Это все менты теперь во фрагах, на полставке, на сцене шиваются, да? Не все. А только те, которые спасают бессмертного Николая Васильевича Гоголя. Где же вы? Не спас волчарам. Ты же не спас. Нет, не спас. Зато спас 399 ресторанных заведений Петербурга. Лет на пять спас. О, о. А может, на восемь? А, смол. Хе-хе-хе-хе-хе. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова